Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для всех! В этом видео мы с вами рассмотрим решающую партию чемпионата мира по быстрым шахматам, в которой белыми играл чемпион мира по классике Магнус Карлсон, а его соперником был иранский гроссмейстер Пархам Максудлу. Перед последним туром спортивная ситуация была очень напряженной. Магнус Карлсон, Фабиана Каруана и Винсент Каймер боролись за первое место. В случае дележа первой позиции был предусмотрен тайбрейк. Поэтому, конечно, каждый из соперников стремился выиграть свой поединок, чтобы опередить конкурентов. Магнус был в более выгодной ситуации, потому что, как уже было сказано, он играл белыми, а его оппоненты в своих партиях владели черными фигурами. Итак, Е4 сыграл Карлсон, С5, социлянская защита. Конь Ф3, Д6, Д4, размен, конь Ф6, конь Ц3. Конь Ц6, слон Ж5, Е6, ферзь Д2. Карлсон применяет атаку Раузера. А6 играет Максудлу и после рокировки ставит слона на Д7. Ф3, размен на Д4, слон Е7. Король Б1, полезный профилактический ход, Б5. И Карлсон начинает атаку на королевском фланге ходом Х4. Он прекрасно понимает, что черный король в центре надолго не задержится, а иметь хороший задел для начала атаки на королевском фланге в виде далеко продвинутых пешек будет полезно. Ладья Б8, Ж4, Б4, черный пытается контратаковать на ферзевом фланге. Конь Е2, А5, конь Ж3. Ферзь С7, слон Е3, ладья С8, нападая на пешку С2. Защита и Д5 с нападением на коня. Белые прогнозируемо закрывают центр, 2-0. В этой позиции взятие на Ф6 было возможно. В ответ слон Ф6, 2 фигуры под боем, но контратака слон Ф4 и тут пешечная вилка. Но белые играют конь Е5, нападая на слона. И после взятия с шахом сначала размениваются на Ф6, забирают на С7, бьют на Д4 и получают вот такую интересную эншпильную позицию. Впрочем, перевес белых в этом окончании не столь велик, потому что черные сохраняют определенные активные контршансы. Поэтому Магнус Карлсон играет слона Ф6, нападая на ладью. И после ее отхода ставит слона на Д3. Ладья ФС8, ферзь Ф4. Теперь взятие коня уже угрожает, поэтому отходит он на Е8, белые играют Ж5. Становится очевидным, что белые в атаке на королевском фланге достигли несоизмеримо больше, чем черные на ферзьевом. Слон Ц5 играет Максудлу, взяли, забрали. Х5 играет Магнус Карлсон, слон Б5 в попытке разменять белопольных слонов. Но тут чемпион мира по классике наносит мощный удар, слон бьет Х7. Конечно, слона нужно забрать. В случае отхода на Ф6 последует Х6. И тут еще и проходная пешка образуется. После король бьет Х7, Ж6 сыграл Магнус Карлсон. Атака белых проста и в то же время очень эффективна. Взятие. Здесь можно было забрать на Ж6. И после взятия королем пойти конь Е4, вскрывая вертикаль Ж. Тут белые дают форсированный мат. Но и ход Магнуса Карлсона, ферзь Ф7, которым чемпион мира отрезал отход королю черных, весьма хорош. Угрожает аж же мат. Черные пошли Ж5. И после хода Х6, с той же угрозой вскрытия вертикали, Максудлу перед лицом неминуемого мата сдался. Вот так Магнус Карлсон закончил этот чемпионат на мажорной ноте. А что же конкуренты? Ни Каруана, ни Каймер не сумели догнать чемпиона мира, отстав от него на пол очка. Таким образом, финальный результат таков. Магнус Карлсон. Первое место. 10 очков из 13. Второе и третье поделили Каймер и Каруана, у которых 9,5 очков. Таким образом, Магнус Карлсон завоевал титул чемпиона мира по быстрым шахматам 2022 года. Поздравление норвежцу и всем его многочисленным полельщикам. Магнус Карлсон выиграл этот турнир с большим запасом. Он, как уже было сказано, занял чистое первое место. На пол очка опередив преследователей. К тому же, нужно вспомнить его откровенный ляп в партии против Артемьева. Там вполне могла быть ничья и, в конце концов, Магнус Карлсон мог выиграть этот турнир с еще более убедительным отрывом. Но расслабляться рано. Впереди еще два дня. Это чемпионат мира по блицу. И, конечно, Карлсон горит желанием выиграть и этот титул. В третий раз в своей карьере объединив все три чемпионских шахматных титула. Напомню, что подобное Карлсону уже удавалось. В 2014 году и в 2019. Посмотрим, как будет развиваться этот турнир. Конечно, самые лучшие горячие партии мы с вами разберем на этом канале. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.